Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка в этом планете Gminus. С вами я, Артур Изятулев. Ничто не может усилить реакцию рынка на позитивную новость лучше, чем ожидание начала торговой недели, чтобы эту реакцию произвести. Очередь на покупку американских фьючерсов образовалась к открытию понедельника. Видно, что фьючерсы по S&P 500 с экспирацией марта открылись сегепом вверх. Это происходит уже вторую неделю подряд. Сегодня это произошло после того, как Wall Street Journal сообщил в воскресенье, что США и Китай вышли на финишную прямую в работе торговой сделки. Согласно публикации, Китай возглавит покупки американской сельхозпродукции, товаров в химической промышленности, автомобилей на выгодных условиях, в то время как Вашингтон рассматривает возможность откатить практически все агрессивные меры против Пекина, которые в прошлом году. Чиновник из администрации Белого дома, располагающий деталями переговоров, любезно поделился с ними в Wall Street Journal, причем сделал это аккуратно в выходные, как и твит президента, опубликованный в позапрошье воскресенье. Оба информационных выброса похожи по содержанию, как показывают торги в понедельник. Оба раза эффективно срабатывают против шортистов на рынке. Финансовое издание также отмечает, что прогресс достиг такого уровня, такого масштаба, что формальное соглашение может быть достигнуто уже на встрече Трампа и Си в конце марта. Чтобы эти слухи нельзя было сразу переквалифицировать в факты, сообщения также снабдили ноткой сомнений, например, что есть опасения, что переговорщики с обеих сторон встретят сопротивление дома, из-за того, что договоренности полны взаимных, поспешно сделанных уступок. Сомнение рынков в успехе торговых приговоров вероятно простекает в отсутствии подробностей по урегулированию ключевых, истинных, будем так говорить, претензий конфликта. Речь идет об интеллектуальной собственности, о краже интеллектуальной собственности Китаем, претензии к США, соответственно Китаю, а также другой претензией является упрощение, точнее отсутствие доступа для иностранного капитала к некоторым секторам китайской экономики, которые также неявно субсидируются государством. Пока отчеты, подобные в Wall Street Journal, сообщают лишь о планах сторон снизить тарифы, укрепить торговые связи, но никак не выработать правила долгосрочной конкуренции в технологическом секторе. Любопытная представляет это не техническая картина по доходности 10-летних казначейских облигаций США, где индикатор, где доходность, собственно, покинула условный треугольник, формировавшийся с начала этого года. Вот здесь произошел этот пробой. И анализируя пробой как самостоятельное явление, легко попасть на удочку собственного воображения, поэтому причина, возможно, следует сказать в экономическом календаре. Следует заметить, вот как я здесь указал, что в прошлый четверг, когда произошла смена условного тренда, в этот же день появились неожиданно позитивные данные по инфляции, измеренной через потребительские расходы. Это наиболее важный показатель потребительской инфляции для ФРС. Базовый показатель роста потребительских расходов, точнее, потребительской инфляции, измеренной через расходы, вырос на 1,8% в январе, более чем оправдав прогноз в 1,6%. Это, естественно, вызвало беспокойство, особенно на рынке фиксированной доходности, что либо такая спящая латентная инфляция с формированной тарифами на импорт, наконец, начинает проявлять себя, либо сильный рост зарплат, который мы наблюдали ранее, в прошлом году, и в январе этого года, эта инфляция зарплат, наконец-таки, нашла выход в виде благоприятного для экономики увеличения потребительских расходов, ну, или, другими словами, кривая Филлипса работы. Очень вероятно, что инфляционные ожидания на рынке облигаций, будучи впередсмотрящим параметром, начнут устойчиво расти, избавляясь при этом от избыточного пессимизма. Знаю, что номинальная ставка у нас связана с реальной ставкой через инфляционное ожидание, то есть реальная ставка плюс инфляционное ожидание составляет номинальную ставку, то можно ожидать, что с ростом инфляционных ожиданий будет расти и номинальная ставка, а за ней будет расти и доходность к погашению по казначейским облигациям, что мы, в принципе, сейчас и начали уже наблюдать. С другой стороны, если Федорезерв равнодушно отнесется к признакам ускорения инфляции, которые пока еще все еще ненадежны и научены горьким опытом, даст сигнал, что готов раздувать пузырь на рынке акций, то поезд доходности должен будет усилиться, что спровоцирует еще больший перелив из бандов в акции. Новый период расцвета рисковых активов, то есть акций США, то есть фондового рынка. А можно сейчас обосновывать такой получающейся синергией между позицией осторожного ФРС и внезапным ускорением потребительских расходов. То есть, когда было нужно, ФРС не остановился. А когда вот сейчас действительно возникли сигналы к укреплению экономики, ФРС почему-то нажал на педаль тормоза. И вот этот макроимпульс вместе с ФРС, они как бы, вот это и образуются энергетический эффект. Очень маловероятно, что ФРС, который только-только признал ошибку в излишне агрессивной риторике в декабре, еще раз снова вернется к теме ужесточения кредитного условия, потому что это совсем не характерно для серьезной, крупнейшей в мире организации, которая так быстро переобувает. Терпеливость регулятора на фоне признаков подъема будет служить надежной подушкой безопасности для вложения фондового индекса США, по крайней мере, еще несколько месяцев. Стоит заметить также, что оценка фьючерсами повышения ставки в этом году, это вот синие и оранжевые кривые и динамики S500, это вот тоже синяя кривая, они сильно разошлись в начале этого года. И это как бы еще один аргумент в пользу того, что... Точнее, один из аргументов в пользу того, что погасив пузырь в прошлом году на фондовом рынке, ФРС может снова чуть скорректировать риторику в пользу более агрессивной, например, намекнуть об одном из заточений ставки в этом году, соответственно, в этих... эти два графика S500, они, соответственно, начнут сходиться, что как бы стабилизирует вот это расхождение взглядов между фьючерсами на ставку и фондовым рынком США. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду. Спасибо. Спасибо.